Приветствую вас! Давайте разберём вопрос, который задаётся анонимно. Парень не может делать комплименты и говорить приятные слова. Как это может быть связано с его детством? Такой вот получается достаточно коротенький, но на мой взгляд важный вопрос, потому что многие мужчины действительно не могут делать комплименты. Во-первых, не обязательно это связано с детством. Это вот такое стремление всё сводить к детству, наверное, не является, знаете, с моей точки зрения, правильно. Вот. Потому что если мы говорим о человеке достаточно взрослом, то нужно принимать во внимание его собственный опыт. Нужно принимать во внимание собственные наработки человека. То есть я всё-таки склонен к тому, чтобы воспринимать человека, ну, не как что-то такое производное от детства. Я всё-таки склонен к тому, чтобы воспринимать человека как, ну, знаете, вот самостоятельную такую единицу. На мой взгляд это оправданно. На мой взгляд это более чем корректно. Вот. И, в общем-то, это, на мой взгляд, ну, даёт возможность воспринимать человека как плюс-минус такого, знаете, ну, как самостоятельную единицу. Вот. И первая мысль, которая приходит в голову, вот, ну, практически, практически всегда в этом случае, это мысль о том, что человек обжёгся. Человек обжёгся, человек делал комплименты, вот. Ну, не один раз, да, там, кому-то, возможно, делал комплиментов, возможно, делал комплиментов много. Вот. И, собственно говоря, эти комплименты, они обернулись ему Бог. То есть комплименты же связаны, как правило, с чем? Комплименты связаны с повышением ценности человека. И люди по-разному реагируют на то, когда их ценность, да, подчёркивают. Не все люди могут реагировать, ну, адекватно на то, что их ценность подчёркивается, да, что их ценность как-то вот делается, ну, такой, знаете, значимой, да. Да, не все люди могут это делать, не все люди могут к этому адекватно относиться, к сожалению. И некоторые теряют голову от этого. Вот. Ну, а в общем и целом, да, так скажем, позитивное подкрепление комплиментам, то есть когда партнёр, это, кстати, касается не только женщин, это может касаться и мужчин в том числе тоже. То есть когда мужчины также могут требовать комплиментов, да, или там может быть не требовать прямо, но позитивно подкреплять. Присутствие, наличие комплиментов, ну, вот, у партнёра. Позитивное подкрепление происходит, когда это нужно человеку. Вот. И, соответственно, это такие вот в какой-то степени отношения могут быть нездоровые, то есть, ну, с элементами нездоровости. Вот. С элементами компенсации. То есть нужно понимать, да, что нездоровыми отношениями считаются те отношения, где есть высокая степень компенсации, то есть когда я пытаюсь, ну, компенсировать что-то. Вот. К сожалению. То есть вообще-то, ну, в отношениях, да, компенсировать что-то не лучшая идея, потому что, ну, всё равно не получится. И как бы человеку с высокой личностной организацией, человеку с таким адекватным отношением к себе, да, это в голову никогда не придёт. Но людям другим, у которых есть определённые сложности, у которых есть определённые трудности, вот им, конечно, такое в голову прийти может. Вот. Они как бы это делают из-за зла и так далее. Но, тем не менее, факт такой присутствует. То есть с точки зрения опыта это может быть вот как раз такой неудачный болезненный опыт, неудачная болезненная обратная связь, в результате которой получается то, чтобы человек приходит. к выводу о том, что комплиментов, вот, ну, наверное, лучше не делать. То есть это опасно. Вот. Потому что, ну, люди в комплименты, да, часто вот люди вкладывают довольно много энергии, ну, своей энергии довольно много вкладывают. Вот. И, в общем-то, если комплименты, например, делать не умело, да, а комплименты часто называют, вот, ну, покупкой. То есть я делаю тебе комплименты, я тебя покупаю. Вот. Я понимаю, звучит это, мягко говоря, отвратительно. Вот. Мягко говоря, отвратительно это звучит. Но, тем не менее, реальность вот она такова. И, соответственно, человек, он делает комплименты, да, он там, грубо говоря, на что-то рассчитывает, да, он чего-то ждет от человека. Ну, например, если считать, например, что комплименты есть показатели хорошего, допустим, отношения, то вот человек ждет этого самого хорошего отношения к себе. Вот. А его внезапно, ну, не происходит, например. То есть внезапно этого хорошего отношения, да, его нет. Его не наступает, и человек, как бы, разочаровывается. А поскольку, как бы, ситуация такова, что, когда я делаю комплименты, я как-то складываюсь, да, эмоционально, когда я делаю комплимент, я как-то вот раскрываюсь, да, эмоционально, опять же. Ну, вот. Кто-то, кто-то может посчитать это слабостью. То это вот может причинить боль, если какая-то неадекватная реакция на это пойдет, наверное, пойдет. Если какая-то неадекватная реакция у этого будет. Ну, вот. Поэтому вот как раз, как раз можно, можно говорить о том, что с точки зрения собственного личного опыта, человек отказывается от комплиментов сознательно или без, ну, или бессознательно, вот. Именно вот в результате негативного какого-то, какого-то подкрепления. Вот. То есть это с детством связано, ну, совершенно может не быть. Это связано с детством. Вот вообще с детством это может быть не связано от слова, от слова совсем. Вот. Теперь вопрос, касающийся детства. Ну, здесь все довольно просто. Комплименты и вообще культура комплиментов, она может быть как частью традиций в семье. Вот. Также она может быть и элементом приобретенного опыта. И если в семье такого человека не было опыта комплиментов, вот. То есть, условно говоря, если там вот его родные, да, его, ну, его семья, его близкие, в частности, вот, как любят говорить, например, психоаналитики, если мама не получала комплиментов от папы, вот. Правда, на мой взгляд, это звучит, ну, довольно банально, но вот, тем не менее, тем не менее. То, соответственно, ребёнок, ну, в данном случае мы можем говорить о мальчике, да, то есть в данном случае речь идёт о мальчике. Вот. Мальчик мальчику просто, ну, не придёт в голову делать вот комплименты, ну, самому, да, то есть как бы нет опыта, нет какого-то восприятия комплимента как комплимента. То есть есть ощущение, что это просто вообще что-то, что это такое, да, что-то такое вот вообще, ну, чужеродное, да, что-то вот вообще такое непонятное, зачем это, для чего это нужно и так далее. Вот. То есть это всё, конечно, довольно печально, но, как бы, опять же, ну, факт, факт в данном, в данном конкретном случае остаётся, в общем-то, фактом. Вот. Ситуация, да, неприятная, но, как бы, имеем в итоге, вот, ну, в итоге имеем, имеем то, что имеем. Вот. Это очень важно понимать. Второй момент. Он является, как бы, производным от первого, потому что идёт, как бы, ну, нога в ногу с ним. Это такой вот неразрывный аспект, который практически всегда, практически всегда, ну, следует за тем, о чём я только что сказал. И это эмоциональная отстранённость родителя от своего ребёнка. То есть если родитель эмоционально холоден, если родитель не чувствителен, ну, вот, к своему ребёнку по ряду причин, вот, совершенно необязательно, чтобы, чтобы... эти... ну, совершенно необязательно, чтобы эти причины были умышленными, да, то есть родитель может это делать не от хорошей жизни, родитель может это делать просто потому что... Ему... вот, самому... ну, нелегко. Ну, вот. Если родитель эмоционально холоден, то это... это приводит к тому, что человек не способен на проявление чувств. И более того, это приводит к тому, что человек несколько вообще, знаете, как бы, теряется. То есть человек вообще теряется, эм... когда речь заходит о э... чувствах, к сожалению. Вот. То есть теряется, то есть выходит из зоны э... комфорта, э... вот, ну, своего. Не знает вообще, что ему... э... в такой... э... ситуации делать. Не знает и не понимает, что ему в такой ситуации делать. Вот. Вот. Чувствует себя неловко, чувствует себя не в своей... тарелке. А, вот. Эм... ну, то есть это вот... по факту... по факту это... Ах... такая вот эмоциональная, получается, депривация. Ну, можно говорить именно о ней в данном случае. В данном случае можно говорить именно о ней. Именно о... э... факте эмоциональной деприв... депривированности. То есть изолированности. А, вот. Эм... ну... как бы... Эм... последник причиной, если мы говорим именно о э... детстве, вот. Последней такой типовой причиной ээ... это... сложные отношения с мамой. Вот, тоже такая довольно-таки получается, скажем так, психоаналитическая у нас здесь концепция, вот, ну, потому что очень много вещей, связанных с детством, являются, по сути, наработками психоанализа, вот. Не очень мной любимого, да, ну, потому что для меня, например, ну, для меня, например, психоанализ не является приоритетной школой, да, я сам не отношусь к психоаналитикам, вот, и не позиционирую себя как психоаналитик, и, соответственно, для меня, вот, то, о чём я говорю, да, это, вот, всё-таки такая, такая, ну, естественно, реальная вещь, да, но, по моему мнению, вот, для меня самого несколько неактуальная, потому что, ну, как мне кажется, всё-таки, вот, объяснять и видеть человека как продукта, как продукт, значит, каких-то процессов в семье, да, ну, несколько противоречит, скажем так, моим, ну, ценностям, да, вот давайте назовём это, назовём это так, это противоречит немножечко моим ценам, вот, хотя, безусловно, с точки зрения имеет место быть, в ней нет чего-то такого откровенно дурного, в ней нет чего-то такого откровенно-правно-плохого, вот, но тем не менее, так вот, обиды на маму, что это значит? Дело в том, что каждый из нас свои первые, свои первые отношения, как с мужчиной, так и с женщиной, выстраивает через родителей. И по теории психоанализа, которая в данном случае, на мой взгляд, наиболее приближена к реальность, отношения к, ну, отношения к родительской фигуре, после переносится на всех остальных представителей того или иного пола. Что это означает для нас с вами? Для нас с вами это означает, такую весьма и весьма неприятную штуку, как то, что если у меня не сложились отношения с, допустим, мамой, то у меня будут впоследствии трудности с представителями пола, женского пола. Если у меня не сложились отношения с отцом, у меня будут проблемы с мужчинами. И, соответственно, если я обиден на маму, то, к сожалению, вот так получается, что в каждой женщине я вижу её, свою маму, и отношения у меня возникают уже не к женщине, если у меня есть какие-то обиды на маму, а к маме. Потому что, ну, во мне это, во мне это, как бы, есть, да, во мне это, как бы, горит, во мне это, как бы, мне это, для меня это актуально, вот, и, соответственно, меня это беспокоит, меня это тревозит, и, вот, у меня это болит. И именно, именно, потому что у меня это болит, вот, как раз возникает такая весьма неприятная история, к сожалению. Ещё одним пунктом важным для отсутствия комплиментов является культ маскулинности. Ну, я не буду говорить многие, многие, многие мужчины, я не буду говорить так, потому что, на мой взгляд, обобщать не очень хорошая идея, вот. Я скажу некоторые. Некоторые мужчины растут в этой самой, вот, культуре. В культуре маскулинности, в культуре силы. Сила здесь подразумевается, вот, именно, именно, именно маскулинная сила. То есть, о чём мы здесь говорим? Мы здесь говорим, в первую очередь, о том, что создаётся культ идеального, идеального, сильного мужчины, который лишён слабостей. Самой главной слабостью считаются чувства. То есть, вот это вот очень, это нужно понимать. Самой главной слабостью считаются чувства. Комплименты есть проявления этих самых чувств. И когда я делаю комплимент, я автоматически перестаю быть мужчиной. Если мальчик и реже девочка росли в культе такой силы, вот, что применительно для, например, российских реалий, да, применительно для российских, так сказать, жителей, ну, больше актуально всё-таки для мужчин, но, тем не менее, то, естественно, никаких комплиментов не будет, потому что вот культ силы. И люди очень часто этот культ силы, да, они его, ну, буквально проносят через всю свою жизнь. То есть, они всю жизнь не могут от него отказаться, от этого культ силы. Вот, кто-то хочет, кто-то не хочет, но вот не могут, не могут сказать. И, наверное, ещё один момент, о котором, возможно, имело бы смысл сказать сразу, ну, или, по крайней мере, в первой части моего ответа, но я этого не сделал, потому что запамятовал, запамятовал немножко, это то, что отсутствие комплиментов может быть следствием не связанных, следствием не связанного с непосредственно комплиментами ситуации. Ну, например, это может быть следствием приверженности человека, допустим, к материальным ценностям. То есть, если я привязан, если я, как бы, ну, культивирую, да, и обстаиваю исключительно материальные ценности, то для меня комплимент означает то, что я что-то должен человеку, другому. Для меня сделать комплимент значит то, что я, как бы, могу быть использованным. Вот, может быть, это и перекликается с тем, о чем я говорил раньше, но мне бы все равно хотелось этот момент подчеркнуть, особенно, потому что он все-таки важный. То есть комплимент здесь выступает как неким таким аргументом в сторону моей независимости, аргументом в сторону моей свободы и аргументом в сторону защиты меня. Вот. То есть, по сути, ну, мы говорим, по сути, о некой такой вот тревожности. Мы редко когда в этом контексте говорим о, ну, как бы, некой такой идее, да, идее как, ну, как в феноменологической какой-то категории. Вот. Мы об этом не говорим. Ну, вот, к сожалению, на мой взгляд, да, к сожалению, мы об этом не говорим. Мы всегда говорим об этом как о компенсации. Ну и, наконец, в довольно редких случаях, но, тем не менее, это не означает, что такого нет, ни одно из выше перечисленных мною факторов, ни один из выше перечисленных мною факторов не имеет места. И вот, если человек сам, как бы, сознательно принимает решение, принимает решение не делать комплиментов, ввиду, например, своего мировоззрения, ввиду, например, того, ну, вот, просто ввиду каких-то моментов, и понимает, что вот для его природы комплименты не, ну, не свойственны, да. Часто такое происходит, например, при столкновении человека с какими-то, ну, травмирующими обстоятельствами, достаточно тяжелыми обстоятельствами, неприятными обстоятельствами, травмирующими обстоятельствами, вот. Такое тоже может быть, такое тоже может быть. Это то, что нужно, конечно, по возможности также стараться иметь в виду, что может быть вполне такая история, может быть вполне такая штука, что я сам такое решение принял. Я сам такое решение принял. Никто его за меня не принимал. Да, это редкость. Относительно других причин это редкость. И мы всегда практически называем людей, которые не делают комплиментов людьми чверствыми, людьми, там, не эмоциональными, да, бесчувственными, вот. Можем даже, ну, психопатами назвать, вот. Хотя... Психопат скорее бы делал как раз комплименты, делал бы как раз комплименты, вот. Потому что комплименты это то, что, в общем-то, ну, социально одобряемо, да, и... Вот, ну, могу вас как-то уверить в том, что психопат бы комплименты делал. Вот. Если человек... если человек, эм... Кли... эм... Комплиментов не делает, то это... Скорее говорит о том, что он не психопат. Вот. Но, тем не менее, это может быть выбором человека, выбором его собственным выбором. Вот. Дальше. Вопрос. Для чего комплименты вам? То есть, понимаете, если... если вас задевает отсутствие комплиментов, да, и именно, что задевает, то есть вы сомневаетесь, например, в том, что вас любят, вы сомневаетесь в том, что вы ценны, просто потому что вам не делают комплиментов. Вот. То, с точки зрения психологии, это повод поработать именно, именно над собой. То есть, с точки зрения психологии, это повод именно поработать с вами, с вашим восприятием себя. Потому что штука в том, что комплименты, ну, не нужно просить, просить. Комплименты, они приходят как бы сами собою. И комплименты, это... это такая история, которая должна быть всё-таки, ну, естественная, что ли. Она, эта история, не должна быть по принуждению. Вот. Если вы здесь вот, ну, в данном случае, да, понимаете, о чём я говорю. То есть, комплименты, это то, что человек сам по собственному желанию, собственному желанию, может хотеть делать, а может и не хотеть делать. То есть, это исключительно вот решение, ну, такое вот, это решение человека. Самого человека. И если вы сами чувствуете вот свою потребность в комплиментах, то это повод вам поработать над собой. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь.